Здравствуйте! Сегодня в выпуске новостей Би-Ви-Си. Добро пожаловать или посторонним вход запрещен? Почему база Хамадан в Иране больше не используется российской авиацией? Олимпийская эстафета от Рио к Токио. Как в столице Японии относятся к проведению следующей летней Олимпиады? А также глядя на Брайтон с высоты птичьего полета. Наш видеоблогер рассказывает о том, как жители Лондона и не только проводят время на пляже. Российская военная авиация больше не использует иранскую авиабазу Хамадан, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касимим. Дипломат подчеркнул, что договоренность между Ираном и Россией изначально предполагала только временное использование аэродрома российскими силами для ударов по экстремистам. Ранее министр обороны Ирана назвал заявление российских коллег с разглашением информации об использовании иранского аэродрома бравадой. О том, что стоит за прекращением использования иранской базы России, мы поговорим с моим коллегой Юрием Вендиком. Юра, приветствую. Почему было прекращено сотрудничество и в связи с этим вопрос другой. Оно было не просто так прекращено, но и заявления были довольно резкие, если говорить о том, что сказал, например, министр обороны Ирана. Эксперты предполагают, что причиной этому послужили внутриполитические разногласия. Причиной тому, что тот же министр обороны, например, в субботу говорил, что база будет использоваться столько, сколько нужно, а теперь заявил, что россияне плохо поступили, огласив эту информацию. Внутриполитические разногласия, они, в общем-то, были на поверхности. На самом деле, некоторые члены парламента тут же задали вопросы публично, как согласуется использование базы под Хамаданом с Конституцией Исламской Республики Иран, которая запрещает прямо создание любых военных баз на территории страны. Спикер парламента Али Лариджани ответил, что это не создание базы, а предоставление в ограниченное пользование, что решение принял Высший Совет по национальной безопасности, но вопросы все равно остались. И там некоторые издания иранские, например, писали, одно писало, что вопрос национальной безопасности и нерушимости Конституции, это очень чувствительный, щепетильный такой важный вопрос для иранцев. Другая напоминала, что Россия действовала против интересов Ирана, тогда, когда ей казалось это выгодным, например, в вопросе с соблюдением санкций, там не поставки вооружений. Все мы знаем эти истории. Другие эксперты напоминают, что и вообще-то для персов Россия совсем не сердечный друг. Они прекрасно помнят, в частности, оккупацию Ирана во время Второй мировой войны с Советским Союзом, и Британия, и более ранние истории, и более поздние. Ну, в общем, все эти сомнения внутри самого иранского общества, очевидно, привели к тому, естественно, в политической верхушке, привели к тому, что решило пока, во всяком случае, как мы видим из заявления МИД Ирана, пока, там именно было такое употреблено слово образование, пока Россия использовать эту базу не будет. Ну, не только иранцы, но и россияне потребляют такое слово образование. Да, масты не сжигают. Да, Министерство обороны заявило о том, что в случае ухудшения ситуации в Сирии использование базы возможно. А чем, в общем, эта база так привлекает россиян? Понятно, близость к Сирии, да, но вот есть еще какие-то особенности, которые позволяют говорить о том, что она стратегически важна для российской авиации? Ну, опять-таки, да, это именно близость к Сирии, поскольку российские дальние бомбардировщики летали из Моздока, когда они делали боевые вылеты в Сирию. И, как нам объясняют специалисты, база под Хамаданом гораздо ближе к Сирии, оттуда, например, до Ракки, до, так сказать, столицы запрещенного исламского государства, где-то 860 километров, до Идлиба там 1080, до Олеппо чуть ближе, чем до Идлиба, понятно. То есть это гораздо ближе, и, соответственно, бомбардировщики большие дальние, Ту-22М3, могут брать меньше топлива и больше боезапаса, если будут использовать базу иранскую как аэродром подскока. На самом деле, непонятно, базировались ли они там, да. Министерство обороны, когда 15-го числа об этом объявило, российское, оно не говорило о том, что Ту-22 оттуда вылетали. Оно в своем заявлении говорило, что самолеты вылетали с российских и иранских аэродромов, если я так точно цитирую. А потом спутниковые снимки от 17-го числа показали, что на этом аэродроме стоят только Су-34, фронтовые бомбардировщики российские. Для них ситуация обратная. Для них далековато, а база Хмеймим, где они обычно базируются в Сирии, под Латакией, она, конечно, гораздо ближе к потенциальным целям. Но, с другой стороны, иностранные эксперты предполагают, но это только предположение, гадание, что база под Хмеймим может россиянами считаться уже не такой надежной, поскольку она менее безопасна, близкие позиции боевые, фронтовые, что называется, между противоборствующими сторонами. И, кроме того, она не так надежна в смысле секретности, предполагают эти эксперты, потому что противники режима Асада и России в Сирии могли разместить вокруг нее, так сказать, шпионов, которые предупреждают, по крайней мере, о вылетах и, может быть, о направлении этих боевых вылетов. Я благодарю моего коллегу Юрия Вендика. Будем следить за развитием ситуации. И все подробности у нас на сайте bbc-russian.com. Теперь к другим темам. Самые успешные для Британии Олимпийские игры завершились минувшей ночью красочной церемонией на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро. Эстафета Олимпиады была передана Токио, где пройдут игры 2020 года. Японская делегация использовала графику и неоновые огни, чтобы создать презентации образ современного высокотехнологичного мегаполиса. А премьер-министр Японии Синдзо Абе появился в костюме Марио, герой одноименной видеоигры японской компании Nintendo. О том, с какими чувствами в Японии ожидают летних игр 2020 года, корреспондент BBC Руперт Уингфилд-Хейс. Для японских спортсменов это был очень длительный перелет из Рио-де-Жанейро. Почти 24 часа. Но вот через 4 года они уже не будут никуда лететь, а мы все приедем к ним в гости. Первая проблема, с которой столкнется любой посетитель игр, — как попасть в город. А это значит, что придется пользоваться несколько запутанной системой токийского метро. Мне надо как-то понять эту схему, чтобы попасть в Олимпийский парк. Ага, нужен билет с пересадкой. Отвлечемся ненадолго и посмотрим на самый новый олимпийский вид спорта. В Токио в 2020 году скейтбординг впервые будет включен в официальную программу игр. Поможет ли это таким вот юным спортсменам стать поклонниками Олимпиады? Как вы относитесь к тому, что скейтбординг стал олимпийским видом спорта? Вы рады этому? Я рад. И я буду принимать участие в Олимпиаде в Японии. Вы хотите принимать участие в Олимпиаде на вашем скейте? Прекрасно. Токио — город дорогой. Так что приготовьтесь к тому, что придется снимать маленькую комнату. Очень маленькую. Вот такую, например, вы можете позволить себе за 40 долларов в сутки. Вполне уютно. Английский язык — еще одна проблема. Набука Шинизу говорит по-английски очень хорошо. Но для Японии это все еще редкость. Я слышал, что нужно 75 тысяч человек, знающих английский. К примеру, вы готовы бесплатно помочь с этим на Олимпиаде? Может быть. Я могла бы помочь. Но Набука не в восторге от Олимпиады. В прошлом году она возглавила компанию за кардинальный пересмотр проекта Олимпийского стадиона. И победила. Что вы думаете о новом стадионе? Теперь вы, наверное, рады? Нет, честно говоря, нет. Потому что масштаб сооружения слишком большой для этого района. Так, это довольно странно. Судя по карте, стадион должен быть здесь. Но тут ничего нет. До июля 2020 года осталось менее четырех лет. За четыре года до начала Олимпийских игр им стоит поторопиться. Часы уже начали обратный отсчет. И далее в выпуске о новостях коротко. Большинство жертв взрыва на курской свадьбе в турецком Газиантепе в субботу были детьми. По сообщению турецких СМИ, 29 из погибших не исполнилось 18 лет. Общее число убитых сегодня увеличилось до 54 человек. Смертником был ребенок от 12 до 14 лет, сказал президент Турции Реджеп Таип Ардаган. Он возложил ответственность за взрыв в Газиантепе, расположенном неподалеку от границы с Сирией, на исламское государство. Организацию, запрещенную во многих странах мира, включая и Россию. Будущие ЕС и вопросы безопасности в Европе обсуждаются на встрече лидеров Италии, Германии и Франции, которые направились сегодня на остров Вентатене. Премьер-министр Италии Матео Ренци, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Аланд уже во второй раз встречается в таком составе и обсуждает последствия референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. На острове Вентатене похоронен антифашист Альтиеро Спинелли, которого называют одним из отцов-основателей Европейского Союза. Боевик исламистской группировки «Ансардайн» Ахмад Махди признал вину в разрушении памятников архитектуры, расположенных в Тимбукту, древнем городе в центре Мали. Международный уголовный суд в Гааге впервые в истории слушает дело об уничтожении культурных ценностей. По версии обвинения Махди возглавлял отряд исламистов, которые в 2012 году разрушили исторические здания мечети в Тимбукту. Подсудимый сказал, что сожалеет о своих действиях. И по традиции, по понедельникам наш видеоблогер Бен Тавенер готов рассказать о Лондоне и его окрестностях в своем Лондон-блоге. Лето у нас в полном разгаре. Завтра и послезавтра в Лондоне ожидается около плюс 30. И в этой связи Бен отправился на юг Англии в приморский город Брайтон, откуда на поезде из британской столицы можно доехать всего за час. Свои приключения мой коллега начал на новом аттракционе в городе смотровой башни с круговым обзором i360. Привет, я Бен Тавенер и это Лондон-блог. Чем заняться лондонцам в те редкие дни, когда солнце светит, ему хочется сбежать на море? Многие садятся в поезд и отправляются сюда. Это Брайтон, морской курорт, который каждый год посещает больше 10 миллионов человек. Говорят, что Брайтон это самый модный и счастливый город в Британии. Оглядимся! Это i360, смотровая башня высотой в 162 метра. Открылась она лишь пару недель назад. Давайте прокатимся! Брайтон отличный город для туристов. Это всего лишь один час езды на поезде от Лондона. И для иностранцев, изучающих английский, тут очень много языковых школ. Одна из главных достопримечательностей Брайтона это его пирсы. У одного, ну скажем, лучшие годы позади. У другой, который открылся еще в 19 веке, ежегодно посещает миллионы людей. На нем даже есть парк развлечений. Брайтон это излюбленное место лондонцев. Ну, как мы, британцы, ведем себя на пляже. Позагорать? Ну, конечно, обычно это не получается. Хотя сегодня нам повезло с погодой. Но Брайтон считается одним из лучших мест в Британии, чтобы это сделать. Ах, прекрасно. Искупнуться, что ли? Было бы неплохо. Ай, больно. Ну, даже в разгар лета, температура воды редко поднимается выше 17 градусов. Нет, очень холодно. Короче, нам, британцам, пришлось придумать другие развлечения, когда мы отдыхаем на море. Одна из характеристик Брайтонского пляжа – это отсутствие песка. Значит, построить песчаный замок, ну, сложновато. Еще британцы любят есть на пляже вот такое мягкое мороженое. Называется оно Mr. Whippy или 99 Flake. Полную версию влога Бенджамина смотрите сегодня у нас на сайте и на наших страницах в социальных сетях. И в завершение выпуска предлагаю вернуться к теме олимпийских игр в Рио. За несколько дней до окончания Олимпиады мы обратились к пользователям соцсетей с просьбой назвать три слова, которые у них ассоциируются с играми в Бразилии. Для создания тематического олимпийского словесного облака. И также поступили наши коллеги из бразильской, украинской и азербайджанской служб BBC. И вот какие словесные облака в итоге получились. Мечта, гей, наследие, лжец. Это бразильские ассоциации. Политика, допинг, грязь, Фелпс. Это российское словесное облако. У украинцев доминируют имена спортсменов, победителей и почти победителей. Радивиллов, Верняев, судейство и команда. Ну и наконец у азербайджанских респондентов четыре самых распространенных слова. Это стыд, Расул, Рио и Болт. Подробнее со словесными облаками можно ознакомиться у нас на сайте bbcrussian.com. Вы смотрели новости русской службы BBC из Лондона. Я Олег Антоненко прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова